Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как будет рассчитан налог на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости? И какие меры предусмотрены для социальной защиты налогоплательщиков? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области Елена Данилкина. Здравствуйте, Елена Викторовна. Здравствуйте. Ну, с этого года, как я уже сказала, налог исчисляется, исходя из кадастровой стоимости. Вот что это значит? Какие будут изменения? И как это отразилось уже, наверное, на налогоплательщиках? Да, действительно, мы уже не раз говорили о том, что в 2016 году налогоплательщики нашей Самарской области впервые получат уведомление, в котором будет произведен расчет налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости. В Российской Федерации такое решение принято в 29 регионах. При этом законодателям, конечно же, предусмотрен определенный поэтапный переход к исчислению налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, как принято говорить, в полном объеме. То есть изначально на протяжении пяти лет предусмотрен понижающий коэффициент при расчете этого налога, начиная с коэффициента 0,2 и далее он будет повышаться 0,2, 0,4, 0,8 и в конце концов по итогам пятого года коэффициент будет равен единице. При этом дополнительно еще, конечно же, предусмотрены определенные, ну так скажем, социальные нормы, которые не будут облагаться налогом. Это стоимость кадастровой 20 квадратных метров квартиры, 50 квадратных метров жилого дома, 10 квадратных метров комнаты. Вот в данном моменте много вопросов возникает налогоплательщик. Хочу сразу сказать, что если объектом владеет несколько собственников, то изначально вот этот вычет предоставляется в отношении всего объекта. То есть изначально от площади всей квартиры отнимается кадастровая стоимость площади, переходящейся на 20 квадратных метров, например, и далее уже остаток делится среди собственников этого имущества. Это мы уже говорим о льготах или нет? Это пока что предоставляется всем налогоплательщикам, имеющим объекты жилого назначения. Понятно. А если говорить все-таки о льготах, то тоже важный вопрос, останутся ли все те льготы, которые были, или они тоже претерпят какие-то изменения? Да, конечно же. Перечень льгот, который был и ранее предусмотрен законодательством, их порядка 15 категорий налогоплательщиков, которым предоставлены такие льготы. Конечно же, самая большая категория – это пенсионеры, ну, участники Великой Отечественной войны, инвалиды. В некоторых муниципальных районах предусмотрены дополнительные льготы, которые законодательством разрешено вводить на местном уровне. Это льготы предоставляются семьям, имеющим трех и более детей, то есть многодетным семьям. В отношении применения льготы, конечно же, были определенные изменения внесены. И одно из изменений – это то, что налогоплательщики, являющиеся пенсионерами, теперь будут иметь право на льготу только в отношении одного объекта каждого из видов. Это, например, одна квартира, один жилой дом, один гараж и так далее. И машина получается тоже? Это транспортный налог, в отношении его совершенно другие законы действуют, и другой порядок льгот. Поэтому пенсионеры с этого года у нас будут иметь льготу только в отношении одного объекта. Это, конечно, было связано с тем, что на протяжении нескольких лет все-таки возникали определенные злопотребления. На родственников пенсионного возраста оформлялись большие, скажем, дорогие объекты имущества, и, соответственно, они уходили из-под налогообложения. Поэтому здесь вот как-то уже сейчас систематизировался порядок предоставления льгот. Ну, все мы знаем, что есть федеральные льготы и льготы на местном уровне, которые существуют. Расскажите о порядке принятия этих льгот, и какие вот конкретно у нас в городском округе или в области есть льготы для местного, так скажем, местной категории? В основном на федеральном уровне, то есть это налоговым кодексом предусмотрено, я говорю, широкое... Пенсионеры, допустим. Да, большое перечень льгот, но, как я говорила, 15 льгот предусмотрено. В общем-то, практически все категории плательщиков охвачены. Но вот одно из значимых, которое, я говорю, принимается в районах наших муниципальных, это вот как раз льгот, который для многодетных семей предусмотрен. Это на усмотрение района? Да, это на усмотрение района при этом, прежде чем принять год, и, конечно же, каждый район определенный анализ делает на территории своей. И, соответственно, эффективность применения тех льгот рассчитывает. И далее уже тогда, ну, с юридической точки зрения вносится изменение в законодательство. А срок принятия вот такого решения, льгот для многодетных семей, он как-то вот обозначен или нет? Ну, это с юридической точки зрения, как и любой другой документ, он должен быть принят. И вступить в силу за месяц до начала нового налогового периода, на который распространяется. Чтобы уже понимали многодетные семьи, на что они рассчитываются. При этом, если с точки зрения улучшения в отношении налогоплательщиков принимаются какие-то позиции, то муниципалитеты могут принять решение действия этих льгот, например, с более раннего периода. То есть это все на уровне юридическом решения. Вы сказали, что льгот 15, конечно, все вот так и не запомнишь, и может быть, конечно, кто-то и не знает. Где можно полный перечень этих льгот посмотреть, чтобы определиться, подпадает вообще человек под эту категорию или нет? Да, конечно, весь перечень льгот, и в том числе в отношении каждого муниципалитета, можно посмотреть на сайте ФНС России. Это справочная информация, имущественные налоги, льготы. Понятно. Ну, налоги – это тема очень серьезная, затрагивает абсолютно всех. Может ли сам налогоплательщик рассчитать приблизительную сумму своих налогов или даже точную? Как это вообще можно сделать? Или это только вот присылают, и уже по факту нужно платить? Да, конечно же, также в Федеральной налоговой службе предусмотрена такая возможность. Создан налоговый калькулятор, расчет земельного налога и налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Это также размещено на нашем сайте. При этом, как бы, этот налоговый калькулятор, он действует уже на протяжении двух лет. Вот формула расчета налога на имущество, она занесена как раз в этот калькулятор. И при наличии сведений о кадастровой стоимости вашего объекта имущества, вы можете, ну, так скажем, забить вот в эту формулу кадастровую стоимость. То есть кадастровую стоимость можно узнать либо на сайте Росреестра, либо, опять же, по ссылке, которая открывается в этом формате, в налоговом калькуляторе, можно также узнать через ссылку. И рассчитать. То есть все возможно. Мы говорим об имущественных налогах, есть еще и автомобили, и водный транспорт. Вот здесь есть какие-то изменения или все как раньше, исходя, может быть, из мощности? Да, когда мы разговариваем об исчислении имущественных налогов, конечно же, подразумевается информация в отношении и имущества земельных участков и транспортных средств, конечно же. В отношении порядка расчета по земельным участкам и по транспортным средствам в 2015 году практически никаких таких кардинальных изменений не было. Единственное, что уточнился все-таки порядок расчета срока нахождения в собственности транспортных средств, то есть законодателям уже учтен момент расчета полного или неполного месяца владения. И, соответственно, вот исключен теперь такой небольшой казусный момент, когда при переходе про собственность одного транспортного средства от одного собственника к другому мы сталкивались иногда с суммарным периодом владения более 12 месяцев. Поэтому вот этот момент, он уже оговорен в налоговом кодексе. А все остальные позиции, которые были, ставки, коэффициенты по мощным автомобилям, они изменения не претерпели. При этом в отношении мощных дорогостоящих автомобилей, так скажем, ежегодно меняется список этих автомобилей, размещается на сайте Минпромторга. Поэтому вот эти изменения, они будут каждый год, и поэтому каждый налогоплательщик также может посмотреть, попал ли его дорогостоящий автомобиль. Чем больше мощность двигателя, тем дороже, естественно, тем налог больше. А есть ли такие машины с очень маленьким двигателем, которые, может, освобождены, или совсем по минимуму платят? Да, конечно, у нас также предусмотрены льготы по транспортному налогу. И льготы эти в большей степени, конечно, на пенсионеров распространяются, которым предоставлены льготы в размере 50% на автомобиле мощностью до 100 лошадиных сил. Вот это тоже важно, потому что если дорогая машина, это одно, а если и маленькие двигатели, в принципе, и стоимость, наверное, машин таких уже небольшая, то чтобы и налоги-то меньше были. Ну, в общем-то, как статистика показывает, которую мы собираем, еще достаточно большое количество таких автомобилей достало шедяных сил. И, например, по сравнению с прошлым годом, их количество практически не снизилось. То есть 100 лошадники, так сказать, они пока еще имеют свою... Понятно. И по водному транспорту такая же система? Тоже же разные бывают транспорт водный? По водному транспорту, конечно, в перечне льготной категории, так скажем, транспортных средств. Это вот, если автомобили брать, то это до 100 лошадиных сил. А если это водные транспортные средства, это какие-то небольшие лодки с маломощными двигателями. Можно уточнить. В любом случае, все мощности, как вы сказали, что есть определенный перечень, все это можно узнать. Если знаешь название, конечно, своего транспорта. Вы разобрались с тем, как это отразится на налогоплательщиках. А вот что касается бюджета, он тоже изменится? Вот эти суммы, вы, наверное, тоже прогнозируете в связи с тем, что исчисляется уже из кадастровой стоимости по-новому. Увеличится вот поступление в бюджет? Да. Вот как раз в июле 2016 года мы собрали статистические показатели по поводу суммы исчисленного налога на имущество, в том числе физических лиц. В общем-то, наши прогнозные оценки, которые мы делали еще в 2015 году, можно сказать, подтвердились. То есть сумма исчисленная в бюджет, она, конечно же, увеличилась. Мы ожидали это увеличение. Но перераспределение нагрузки, оно также произошло. И мы, в общем-то, это перераспределение нагрузки тоже ожидали. Каким образом произошло это перераспределение? Во-первых, увеличены в налогообложение у нас те объекты, которые введены в эксплуатацию, начиная с 2013 года. Это новые квартиры, новые постройки, дома, коттеджи, которые построены после 2013 года. Потому что раннее исчисление налога шло, ходя из инвентаризационной стоимости. По этим новым объектам уже инвентаризационная стоимость не рассчитывалась. Те дома жилые, небольшие, которые находятся в основном на территории сельских поселений, они, конечно, тоже площадью до 50 квадратных метров, либо там немного более. Поэтому вот таким собственникам налоговое уведомление в этом году либо не придет в отношении имущества, потому что 50% на жилой дом вычет предоставляется. То есть пусть платежики не пугаются, что их забыли посчитать. Дело в том, что предусмотрен вычет, который послабляет налоговую нагрузку вот на таких собственников, которые владеют определено недорогим, так скажем, имуществом. Поэтому, вот исходя из того, что вовлечены в налогообложение более дорогостоящие объекты, а немного, значит, выведены из налогообложения объекты малые площади, поэтому у нас перераспределение такое от больших городских муниципалитетов, районов увеличилось. От, где на территории сельских районов, немного снизилось. Но, тем не менее, общий показатель такой, что практически двукратное увеличение у нас произошло начисление налогового имущества. Понятно. Сегодня в Самаре проходит реформа местного самоправления, и бюджеты районов самих, вот 9 городских районов существуют, тоже за счет налогов наполняются. Скажите, пожалуйста, какие налоги идут в бюджеты районов? Что касается имущественных, вот о чем мы сегодня говорим, это тоже туда отчисляется или нет? Да, конечно. Вот хочется понять важность. Да, конечно же. Почему нужно платить налоги? Основные поступления, конечно же, идут от налога на имущество физических лиц и налог на землю. Это идет в муниципальные районы, формирует как раз основную массу бюджета района, муниципального. И вы сейчас, наверное, плотнее работаете и с районами тоже, потому что задача перед ними стоит на полность бюджета, и за счет налогов, и работа ведется. Да, конечно же, но налог на землю не только физические лица платят, но и юридические лица платят. Поэтому сумма, которая поступает от физических лиц в отношении поступления по земельному налогу, она буквально составляет порядка 10 максимум процентов от того, что платят юридические лица. Поэтому вот такое соотношение, оно, в общем-то, говорит само за себе. И на протяжении последних лет менялись даты, до какого срока нужно платить налог. Потом все свели в единую дату. И, честно говоря, сегодня даже не помнишь, когда и что за что платить. Вот если можно, напомните, в какие сроки. Во-первых, получат эти уведомления налоговые, налогоплательщики. И до какого срока их нужно будет оплатить в обязательном порядке? Да, у нас на протяжении трех лет как раз со сроками была ситуация с изменениями постоянная. Изначально, конечно, был уже три года назад принят единый срок уплаты налога, утвержден федеральным законодательством. В этом году срок установлен 1 декабря. То есть до 1 декабря налогоплательщики обязаны уплатить налоги исчисленные в избежание исчисления пени, соответственно. И налоговые уведомления по нашему региону в 2016 году, вот в этом году, будут рассылаться по графику, который установлен на уровне федеральной налоговой службы. Эта информация до нас доведена, рассылка будет производиться в октябре 2016 года. Соответственно, вот в этот период хотелось бы заметить налогоплательщикам, что в октябре почтовое отделение будет работать с максимальной нагрузкой. И так как они рассылаются заказными уведомлениями, ничего в этом плане не изменилось. И, соответственно, каждый налогоплательщик должен прийти в соответствующее почтовое отделение для того, чтобы получить это уведомление. Хочу сказать, что у нас с Почтой России ведутся переговоры по поводу того, чтобы все-таки обеспечить максимальную возможность внеочередного обслуживания налогоплательщиков. Поэтому я думаю, что все-таки так получится, и налогоплательщики будут меньше времени затрачивать на получение уведомления. Все это, конечно, нужно сделать обязательно, прийти на почту, получить уведомление. Но если ты зарегистрирована в личном кабинете на вашем сайте, то тогда, я как знаю, слышала, что налоговое уведомление через почту не придет. Это только в электронном виде одноразовое поступление информации. Об этом тоже нужно помнить. Да, хотелось бы, пользуясь случаем, сделать некоторый акцент по поводу личных кабинетов налогоплательщиков. У нас значительное количество личных кабинетов открыто, налогоплательщиков. Конечно же, это очень удобный формат общения с налоговой службой. Не только налоговые уведомления, конечно же, можно получать через личные кабинеты. При этом в этом году у нас принято новое положение, что при наличии личного кабинета сводные налоговые уведомления будут выгружаться только в личный кабинет налогоплательщика. Но при этом, если плательщик, конечно, захочет получить на бумажном носителе уведомления, он может через личный кабинет отправить сообщение в любой налоговый орган для того, чтобы получить на бумаге это уведомление. Да, конечно, ситуации бывают разные. Да, разные. Но вот с этого года, получив в личный кабинет уведомления, плательщик уже не будет приходить на бумажном носителе. При этом хочется отметить, что если налогоплательщикам был открыт личный кабинет и хотя бы один раз он поменял пароль или, так скажем, не постоянно пользуется, а один-два раза попользовался личным кабинетом, ему также налоговое уведомление придет в личный кабинет. Поэтому все-таки проследите за ситуацией с личным кабинетом, и чтобы какие-то избежать разногласия с налоговым органом. Если зарегистрировано, то информация вся будет там. У нас есть ролик о налоговых уведомлениях, изготовленный управлением Федеральной налоговой службы России по Самарской области. Давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. Ежегодно налогоплательщики, физические лица, получают уведомления по имущественным налогам. Налоговые уведомления приходят заказными письмами, и для их получения нужно сходить на почту. Но есть более простой способ – получить уведомления онлайн, не выходя из дома, в своем личном кабинете на портале налог.ру. Вот так сейчас выглядит налоговое уведомление. В нем отражаются суммы налогов, которые вы должны оплатить. Транспортный налог, земельный налог и налог на имущество отражаются в соответствующих разделах налогового уведомления в зависимости от имеющихся у вас объектов владения. В уведомлении указаны характеристики объектов – марка автомобиля и его регистрационный номер, кадастровый или при его отсутствии условный номер объекта недвижимости, земельного участка, иная информация о жилье, строениях, участках, транспорте, а также необходимые для расчета данные – налоговая база, ставка, срок владения и при наличии льготы. Обратите внимание, что для дорогих автомобилей с налогового периода 2014 года введен повышающий коэффициент. Для других объектов также могут использоваться различные коэффициенты для расчета налога. Размер этих коэффициентов регулируется действующим налоговым законодательством. Налог на имущество физических лиц в зависимости от правил расчета в вашем регионе может рассчитываться исходя из инвентаризационной стоимости или исходя из кадастровой стоимости. Рядом с размером налоговой базы будет указан вид стоимости. Буква «И» – инвентаризационная стоимость или «К» – кадастровая стоимость. Слева указан налоговый период, за который исчислен налог. Итоговая сумма налога состоит из суммы за прошлый год и при наличии перерасчета за два предыдущих года. При наличии уплаты налога за предыдущие годы переплата указывается в конце раздела и вычитается из суммы исчисленного в данном налоговом уведомлении налога. Если вы не своевременно представили документы на льготу по налогу, то в уведомлении будет отображен перерасчет налога, но не более чем за три предыдущих года. Однако, если вы полностью освобождены от уплаты налогов по всем имеющимся у вас объектам, то инспекции будет выполнен перерасчет. Новое налоговое уведомление не будет формироваться и направляться в ваш адрес. Сведения об учете льготы при исчислении налога будут доведены инспекцией в ответе на ваше обращение о предоставлении льготы. Получили уведомление? Проверьте его внимательно и оплатите до срока, который указан в налоговом уведомлении. Оплатить вы можете в личном кабинете или с помощью сервисов сайта налог.ру или при предъявлении в банк платежного документа, прилагаемого к уведомлению. Проверяйте и оплачивайте свои налоги на портале налог.ру. Это просто, удобно и быстро. А какие обязанности распространяются на физических лиц, если они владеют имуществом, но никогда не получали уведомлений и в принципе и не платили из-за того, что не получали? Да, такая обязанность у нас тоже предусмотрена, она также законодательно закреплена. При этом предусмотрено, что при сообщении налогоплательщикам, вот в таком случае, когда при наличии объектов собственности налогоплательщику ни разу не приходило налоговое уведомление, если платежщик сообщит в налоговые органы до 1 января 2017 года в установленной форме, это уведомление у нас также размещено на сайте ФНС, то к налогоплательщику в дальнейшем будут применены штрафные санкции и пени. При этом налог не будет рассчитываться за предшествующие 3 года, а только с момента предоставления такой информации и дальнейшие периоды. Это вот такая, скажем, послабляемая норма, она предусмотрена, в связи с чем это, конечно, определено, потому что налоговые органы все-таки не являются первоисточником регистрационных действий, которые производятся в отношении объектов имущества. Поэтому мы используем все данные при обмене в установленном порядке сведений в электронном виде с органами регистрирующими, это Росреестр, это ГИПДД. Соответственно, бывают такие случаи, что объект каким-то образом не попадает в поле, в базу. Это, конечно, не массовый порядок, но есть такие моменты. Поэтому налогоплательщик при выполнении до 1 января 2017 года своей обязанности такой, соответственно, будет иметь определенные, ну, такие льготные условия. Понятно. А если пришло уведомление, но человек просто не успел или не смог заплатить вовремя, вот как вы сказали, в этот срок определенный, что тоже штрафы уже будут насчитываться? Штрафные санкции к физическим лицам не применяются в случае неуплаты в установленный срок. Это начисляется пене. Да, пене начисляется за несвоевременную уплату налога. Как я говорила уже, 1 декабря 2016 года у нас в этом году установлен срок уплаты. Если будет произведена оплата после этого дня, соответственно, за каждый день просрочки будет начисляться пень. Опять же, для удобства налогоплательщиков, чтобы забежать вот эти нарушения сроков, опять же, есть личный кабинет. Подключиться к нему не составит большого труда. Можно прийти в любой налоговый орган при наличии паспорта, буквально за 10 минут произвести подключение. И, соответственно, с любого места нахождения не нужно будет и на почту ходить, и на почту не нужно будет ходить, и оплатить можно будет, и написать обращение по какому-то вопросу, который вас интересует. И, соответственно, при поступлении через личный кабинет какого-то обращения налогоплательщика, эти обращения рассматриваются более короткий срок, чем обращения, которые поступают в общеустановленном порядке по электронной почте или по почте. А о своей налоговой задолженности можно узнать только через личный кабинет или еще по каким-то другим ресурсам? Ну, конечно же, первоисточник – это личный кабинет, потому что там, в общем-то, вся информация, которая связана с отношениями налоговым органом. Это в том числе касается и вычетов, которые даже, может быть, налогоплательщику положены при покупке жилья. Это НДФЛ, да, это вот начисление налога имущественного, это разного рода, как я говорила уже, обращения, разъяснения и сообщения о том, что плательщик там не согласен с каким-то расчетом, опять же, мы будем разбираться. То есть это все вот в режиме, ну, быстрого, так скажем, момента происходит. Это все информационные новые технологии, которые помогают, в общем-то, нам. Ну, а еще, конечно же, есть еще сайт «Узнай свою задолженность». Тоже через личный? Да, тоже через личный. Нет, это отдельный. Отдельный. Отдельный сайт «Узнай свою задолженность», там тоже можно посмотреть. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о налогах, которые мы должны заплатить. Спасибо еще раз, спасибо вам за внимание, всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!